привет зритель сгущенка сгущенное молоко на сухом молоке с сахаром сейчас пытаюсь сделать в общем с лета еще об этом мечтала я в блендере который мне от китворда пришел на обзор за обзор или типа того да вон там коробочка с мешочками которую я искала чтобы положить свои сушеные травки растения но нашла недавно короче говоря вот этот блендер сейчас он сохнет там инструкции по применению есть как создать молоко я вроде в обзоре говорила на него я тут все еще страдаю арахисовой пасты не только арахисовые страдания есть в моей телеге это с первого страдания вчера это с сегодняшнего с медом яблоко с моей яблони коробочка из под сувениры который уже съеден сестра мне санаба привезла короче вот тут молоко я делала совершенно на глаз потому что у меня вот это молоко я из деревни привезла точно такая же еще вот у пакетик там немного было и я этот как бы она обезжиренная поэтому я побольше вопрос посувала намного больше чем в инструкции китворд написано буду снимать и кусочками потом это смонтирую чтобы оно было все такое красивое тогда я когда-нибудь доберусь до монтажа не только пустых баночек а так чтобы конкретно такого большого монтажа сейчас тут с пеной мне кастрюля на два с половиной литра это я думаю что тут где-то наверно два литра и вот на литр молока я добавляла 330 грамм сахара тут наверно получится 660 где-то если мне столько сахара или нет сахарного песка обычного вот этого свекличного не буду экспериментировать с кокосовым сахаром тому же у меня его мало виноградного сахара тоже как бы не особо много пальмового сахара вообще как бы нету ну и да конечно можно купить магазине но если вы как я вынуждены экономить деньги при наличии много еды но отсутствие денег особо у меня сейчас где-то 500 рублей до 11 октября осталось а не знаю на то что меня трое человек поддержали в среднем на сумму 2 700 за что спасибо вам ну в общем на какие-то бытовые нужды у меня там уходили деньги на еду кошки вот покупала два раза эти куриные башки сегодня она вот последнюю башку доедала ну в общем короче говоря этот я решила что вот как бы экономный такой рецепт бюджетный ну конечно сухое молоко она вот какой-то я покупала это то мне вообще по баллам обошлось довольно бюджетно но среднем килограмм сухого обезжиренного молока где-то так в пределах 400 450 можно купить там уже конечно и дороже есть на вальбрис или озон ну вот я решила попробовать вода молоко сухое если она в наличии сахарный песок и в медленноварке буду варить не арахис оставшийся и до посуда имеет свойство накапливаться вчера огромную горячу вымылась у него посуда появилась вот у меня 646 но в принципе примерно так вот одна треть к тому что есть сейчас я это засыплю размешаю конечно можно бы поставить камеру и на камеру писать но мне кажется она у меня разряженная основа поэтому я лучше буду писать вот так на телефон если удачно все получится и тебе будет там зритель интересно ты можешь мне дать вкнать в камень ты типа лёля сделай с ним с телефона и еще раз замути вот эту штуку или лёля запиши на видеокамеру нормально поставь ее на штатив так как это все же сухое молоко ну и вообще его как бы разведенное советует производить или довести до кипения потом использовать уже по назначению то я решила в общем как бы прокипятить но потом уже добавить свой сахар да кстати зритель уж похвастаюсь тебе у меня значит жаба душит купить сметану хотя деньги как бы есть но у нас сметану смогла бы я наскребсти хоть мне до одиннадцатого и жить на 500 рупий я вспомнила что когда-то делала кефирный соус такой но в общем он в своих рецептах мне было лень лазать я решила посмотреть какой-нибудь другой кефирный соус тут творожок кефир кефир всякие такие специи еще что-то делал по рецепту там правда еще огурец добавляется но и огурец не стал добавлять вот сегодня этим счастьем заправляла свои свои щи с грибами ну кто подписан на мою купедную страничку либо даже не подписанным просто по нику aviforever можете найти там как раз вот есть фотоотзыв этой штуки так что если у вас есть кефир дома какой-нибудь там мягкий творожок или просто творожок или просто гефир но нет денег и надо сметану но есть всякие зелень там холодильник а даже замороженная соль чесночок то можете себе намутить такую заправку вкусную 102 градуса даже больше чем до кипения смысле она уже как бы закипела да вон тут я морковь мою попутно чтобы ее обработать пока вот это счастье варится чем я подожду до того как она охладиться где-то до 50 градусов и потом добавлю сахар молоко дошло до ручки точнее 56 градусов и на нем в нем уже можно принципе засыпать сахар и размешать нет как раз себе капусту пожарил остаться в общем я добавила сахар в кастрюле размешала и сейчас сюда перелила через сечку потому что в принципе так как я подозреваю что слегка переборщила но сухим порошком то как показала практика еще в деревне куда его кипятила там немножко остается на дне кастрюли но можно было перемешать когда она варилась а кипятилась а допустим ну как бы не сути я решила что тут процедить когда мешала сахар поняла что там попадаются какие-то как бы при жарке не лучше для более такого однородного состояния молока процедить его и я вот через сито перелосит сюда медленная варку еще не включила в общем включу и поставлю включу на максимум поставлю в таком открытом виде как бы сама чаша на два с половиной литра можно использовать 2 литра немножко вот не доходя до верха как раз как у меня вышло ну и тут действительно где-то так 2 литра молока получилось и 600 с хвостиком грамм сахара я делала первый раз в медленной варке литр молока и 330 грамм сахара но мне стояло 9 часов здесь я подозреваю но будет стоять чуть больше но дольше соответственно чтобы она еще и загустела стоять без с открытой ну в общем без крышки и потом уже когда выключаться столько же еще стоять остывать но когда вот процесс периодически как бы я буду фиксировать на телефон конечно ночью не смогу это записать ну да у нас сейчас сколько хоть времени то у нас сейчас восемь вечера ну и посмотрим сколько оно вот будет как результат ну за два часа он слегка уменьшился даже чуть меньше чем два часа минут через десять будет два часа я его периодически помешиваю но в принципе это не обязательно делать но стоит так медленно выпаривается вот у меня морковный сок с молоком козьим да зритель я ее наконец-то не то чтобы обозреваю но просто тебе показываю я ее обозрю потом действие отдельно соковыжималка galaxy так вот она уже у нас пять часов стоит смотри уменьшилась еще зрителя и пока больше не мешал потому что вот у меня тут будущее морковные конфеты которых я в телегу уже писала тут у меня свекла я скоро достану варила как раз вот эти овощи завтра на салат морковь такая она желтая ну попадается иногда вот желтая морковь сок морковный делала сейчас не поверю зрители вот ну вот столько там ну короче где-то чуть меньше чем пол литра так залпом практически выпила до этого делала сок просто с молоком и с молоком ну один к одному молоком пила еще вот немного молоком разбавленное в холодильник поставила нету чуть-чуть уменьшилась этого завала я вниз убрала морковку того то что там еще хоть какая растительность которую надо бы разобрать тоже мы их морковный там же мы их яблочные вот я чё сгущенку говорю чтобы сделать да вот здесь у меня так ваша козин а там он молочко там грибны щи с грибами а эта банка запечатанная она с малосольными огурцами мне в деревню как-то еще в третий приезд тетя привезла малосольные огурцы не уже мне как-то стали солеными но я из деревни их забирала так как уезжали на автобусе в рюкзаке то все было то в общем я пищевую пенку запечатала эту банку пока короче я хочу сделать пюре яблочное неженка вроде называется там должно быть сгущенка сгущенку можно было купить а я подумала что я же могу сделать на сухом молоке и как раз и хотела именно из сухого молока попробовать сделать сгущенку в кокпеде какие-то дебильные рецепты совершенно я не знаю как они это называют сгущенкой я-то думала что ну там написано сухом молоке я думала что там как бы написано чё и как что типа развести а потом я думаю а чё я парюсь там пытаюсь найти в этих странных недорецептах что-то путное притянуть кота за уши или за что-нибудь еще если можно тупо вот развести молоко и советуют же на пачке его прокипятить и уже оно будет как бы молоко нормальное плюс я разводила молоко и в печке его держала у меня правда тогда вот не процежу как бы я делала этим портативным блендером китфорд еще венчиком этим китфордовским но не совсем то конечно получалось и у меня там много лишнего сухого молока или не размешалось или просто осталось я все там на глаз делала но у меня есть опыт от молока сухого почти топила я тогда молоко по вкусу оно было как топленое по цвету почти как топленое но без пенки совершенно это вот лишний вот этот осадок который я тогда процедила там вот именно в кастрюле на дне был сужья заговорила конфетах в общем вот как они сейчас выглядят до того как я в холодильник сумму там кошка делает свои дела вот этот шарик который в кокосовой муке и обкатываю я когда-то я купила потом у меня что-то из ней печенье ли уж не помню чусь не делал общем я что-то не получилось это сделать в итоге потом нашла эти залежи своего пищевого хлама уже испорченного ну или то что уже готово испортиться или просто срок годности у него уже как у печенья допустим прошел и выкинула и думаю а чё же мне с этой мукой делать зачем она мне вообще он зачем обваливать допустим морковные конфетки вот это все тесто и сейчас скажу тут короче морковный жмых воды добавляла потому что жмых морковный ну довольно сухой был ближе к сухому допустим потом сахар виноградный ну вообще пудра виноградного сахара потом арахис я сюда добавляла который ну я про него писала в тиреи короче тут пыталась делать вот в этой штучке на двух частях до блендера китворд который мне ну розыгрыш короче шел я уже обозревала в общем арахис сюда добавила после того как сначала с сахаром прожарила где-то ну минут 45 было тут три двести пять сорок пять грамм этого жмыха сюда положила изначально взвесила там 601 грамм был даже двести сорок шесть этого жмыха было один к одному с сахаром ну как бы один к одному но я не мерила специально потому что сколько у меня там в мисочке было как-то так на глаз дело потом добавила как раз этот арахис в арахисе там столовые ложки две наверно было ну в общем где-то две с половиной столовой ложки если без горки считать или допустим полторы столовой ложки с горкой этого арахиса он тоже был с виноградным сахаром уже скомковался немножко как бы типа не до паста арахисовая но он не обжаренный был просто арахис молотый потом добавила еще кунжутной пасты то что не до халва там ну как бы кунжут молотый виноградный сахар вместе я делаю еще может начале середине скорее всего лет хотел с собой взять но как-то забыла и общем она у меня лежала еще уж думала куда можно эту халву кунжутную засунуть в какую выпечку или печенье тут внезапно вот сюда добавила две или три столовых ложки не помню уже точно ну две может столовых ложки с горкой может еще даже три столовых ложки горкой перемешала еще все это в общем в общем сумме она у меня где-то час вот так вот местами под крышкой большую часть последние минут пять без крышки но у меня тушилась периодически чуть-чуть воды добавляла ну и вот она у меня остыла сейчас это шарики делаю довольно легко но не липкая она пластичная но не липкая пальцем не липнет можно сделать шарик более-менее ровный и вот сюда это как бы модернизированные конфеты из моркови которые делала по рецепту с турецкого сайта сладости каких-то еще когда у меня был там телефон дэксп с него когда он померз куча закладок совершенно с ним вместе ушла в небытие потому что там аккаунт гуглу не знаю как она синхронизировался нет а тут у меня huawei хонах 9а которому уже внезапно год как он у меня нету даже есть виноград соседка родственница с нами поделилась он жутко кисло это садовый виноград как бы я его все что-то про него забываю запчасти от моей galaxy кайкер там блин сколько выжималки ну и кстати давайте уж покажу это сколько у нас тут уже времени мой времени то круче практически 6 часов у меня уже это молоко тут стоит она уже такое по цвету немножко становится как почти топленое даже по цвету как топленое молоко тоже еще чуть-чуть убавилась я немножко его тут помешиваю иногда ну как я уже говорю это не обязательно совершенно помешивать если медлина варки варите то вот но все еще на хайта стоит но то максималка вот именно в этой вариации медлина варки от китворд тут вот у нас сначала включение потом вкл выкл ну включение выключение да выключение потом подогрев лао и хай в общем медленно слабая подогрев минимум а потом макс веноварку которую я покупала начале года для своей двоюродной бабушки младшая сестра бабушки моей по линии мамы потому что у меня в принципе бабушки и дедушки только по линии мамы так получилось а были живы вообще при мне есть и живут некоторые до сих пор и хорошо что живут короче и у нее было вот здесь вот включение потом максимум идет потом минимум подогрев уже другой стороны она у нее на 3,5 литра рабочие 3 литра точнее на 3 литра она рабочие два с половиной литра у меня на 2,5 литра рабочие 2 литра вот столько конфет получилось совсем чуть-чуть осталось стружки чуть-чуть морковки отвалилась и кое-кто уже занял мое место 2,12 можно сказать ровно 6 часов уже с хвостиком варится моя сгущенка я тут думала в одном месте ну где обычно думают вот она уже булькает я думаю что можно наверно будет включать где обычно люди думают я очень надеюсь что она тут этот не скислась а мне вдруг подумалась вдруг она у меня решит ласты склеить случайно короче где обычно люди думают ну и наши политики тоже мне пришла мысля ну я ее уже потеряла не помню ой блин как я хочу спать я устяк так сейчас я временно откручусь чтоб понять что с ней тут такое так вот я вспомнила мысль у зрителей раньше под словом сгущенка понимала сгущенное молоко а сейчас магазин придешь сгущенное молоко само по себя есть еще сгущенка который черт знает что я так понимаю что то может просто тут какие-то сгустки но смысле я боялась что может вдруг она у меня тут скисло внезапно ну как бы если ты не кипятила молоко рука дрожит дрогнула не только бы другу потому что тут кое-кто меня за руку тяпает с другой стороны она устала что я тут что хозяин тут постоянно на кухне торчит а сегодня даже до поднище и не в интернете улазает что-то читает а именно торчит короче не она и просто сидела и уже он по спине мне пыталась положить я думаю что он побоялась ему что ну у меня скислость как-то был не очень приятный опыт неприятный неудачный опыт какао я делала из какао-бобов и вот на молоке ну надо было молоко прикипятить или хотя бы до определенной температурности я что-то как-то стормозила у меня скисшееся молоко такое получилось а не до кефир с вкраплениями какао-бобов молотых но тут я тоже подумала что потом в принципе живу прокипятила скорее всего пенка образовалась и вот эта пенка я ее как бы немножко сняла животное уже четвертый раз плевалась но я тут размешала короче полностью те сгустки сахара по сути и молока массы такой она реально снова однородная я думаю что это наверное уже вот удивительно но может ты из того что это на сухом молоке не на мокром скажем так изначально и она вот за шесть часов при том что объем 2 раза больше я читала в этой книжечке для медленной варки потому что чем но если больше объем молока то соответственно чуть дольше варится меня просто на мокром молоке скажем так он в них не было такого что-то на булькал допустим как варенье как иногда бывают вот яблочное варенье типа пюре вот в кастрюле на газон так подпрыгивает иногда плюется как говорится я думаю что тут вот шесть часов с гаком можно сказать что шесть часов шесть половиной часов она у меня вот дошло до консистенции на нужной может быть не настолько густой как есть но я как бы выключаю но еще столько же время не будут остывать на думаю остывать она скорее всего будет больше чем же часов потому что я скорее сейчас я надеюсь я пасу часов восемь и сейчас когда его мешало понимаешь вот меня уже шатает так это к полу тянет чтоб прилечь уже куда-нибудь тут я его сейчас выключу а там засниму уже как результат и посмотрю если оно будет более жидкое чем нужно то можно в принципе будет еще чуть-чуть вот туда варить как говорится варенье доваривают до нужной консистенции то тут можно доварить принципе на варке можно варить варенье но я еще не варила от нее варенье я как-то она в другом месте получается вариться и ел рука вот немножко в кадр влезла я сейчас мыслями такими думала что можно ли из морковного яблочного жмыха с сахаром сделать какой-нибудь джем на кокпаде ничего плохого не нашла точнее видимо там такого еще никто не додумался до такого а загуглила в яндекс с телефона и она мне выдала что есть и морковный яблочный джем и варенье и жмыха делают туповидло ну короче я думаю что можно сделать морковный яблочный джем на основе жмыха и того и другого завтра еще у меня там морковь осталась кое-какая буду разбирать что ровная то в холодильник в нижний ящик пакетика что не очень ровная в общем то что не очень ровная ровная считаю что как бы ровная морковка и удобнее чистить даже как вот тут вареная на винегрет я вот на этот момент смотрю если не очень ровная то и пущу сок а там еще мелкая морковь не выдрах дали вот последний раз когда я ездила мне еще так неудобно было мне сказали сколько хочешь блин и не мелкая и крупная там была и дедушка женя говорит чего это ты ну типа забраковала такую морковку крупную хорошую а потом выяснилось что им просто кто-то дал морковь два ведра для кроликов ну батутом уже дали у них кролики у нас тоже когда-то были кролики еще при дедушке и при бабушке а это вот видите ну немножко закипать начинает морковь сама по себе еще осталась и мне было сказано кролики сидят и ты типа съешь ну с другой стороны кролики все едят даже то что из них выходит они едят но в общем короче морковь есть там еще кое-какие яблоки в саду у меня там еще три пакета яблок победы по большей части и тут я хочу думаю из яблок хотела сделать сок а тут думаю из моркови из яблок сделаю сок ну как бы жмых пойдет туда и сюда даже может сразу морковь яблоко морковь яблоко учитывая что они оба на второй скорости идут на моей мы тут вторая ну как бы не полноценная запчасти от нее там на сушилке еще кое-что лежит мои соколыжималки от galaxy отдельно я ее обязательно сделаю обзор на скорее всего даже на камеру не на телефон рук потесала и хочу от уже образовавшегося жмыха сделать джем на только сахар работу пить там сахар у меня по ходу дела закончился он там где написано сахар там оказался виноградный сахар я думала там нормальный сахар ну смысле к светличный сахар сахар у меня есть в коробочке татьяна к сказала что один кусочек равен чайной ложке пишу это большие кусочки для меня это маленькие там у нас разговор в телеге был на тему того сколько кусочков сахара кидаю в чашку на 300 миллилитров с кофе был опять кусочков сахара потому что молока не было а кофе без молока и кофе без всего просто черный кофе пить не могу он для меня горький прошло то время когда его безысходности могла выпить если уж совсем так это когда сидела еще у сестры на работе когда короче у меня была работа плачиваемая смотки одежду женскую у сестры магазине продавала там около уже куда три четыре назад короче говоря тогда как бы пила черный кофе и так я не могу особо черный кофе пить мне алина кофе с молоком и кофе с сахаром если нет молока вот получилось так всем она у меня закипает думаешь пришла пора выключать ну теперь конкретно на 241 но я где-то минут 9 было поставил в общем но у нас варилась 6 часов 32 минуты я еще просто размешала там но налипла но немножко по бокам на стеночках на ложке и полностью размешала чтобы все-то растворилось однородной стало массой и она как бы ой кошки не надо меня трогать но как бы загустевает выключаем выключи и сейчас я из розетки достану ну и она у нас будет остывать день 2 очень вкусный завтрак зритель творог кефир варенье варенье не знаю какое или черная смородина прошлогодняя засахаренная слегка или все-таки черника короче зритель если у тебя есть возможность получать покупать того и вообще есть свое животное рогатое казали корова молоко творог кефир простоквашку из молока скисшееся молоко которое стало простоквашей короче простокваша творог примерно ну не то чтобы один к одному но если творог допустим как в моем случае такой мягкий очень сильно в этот раз был нежный мягкий творожок то это можно чуть побольше кефирчика иначе вот ну такой густовой густоватая очень густой такая штука и туда все на глаз делается варенье туда но у меня где-то дверь чай огромная чайная ложка с большущей горкой огромная чайная ложка да не еще чайная ложка тут у меня не полный стакан был на утре чуть-чуть отпила где-то две трети было половина вчерашний морковный сок с молоком кузин и что у нас тут получилось конфетки тадам ну и конечно хранить в холодильнике надо я их достала из холодильника обратно уберу потом и молоко оно больше конечно не уменьшилось но может и чуть-чуть уменьшилось вот на стеночках тут есть вот это как бы то что тогда мешала она сползала но такое по цвету ближе к топленому и слушай смотри какое густое я при тебе первый раз мешаю то бишь если делать сухого обезжиренного молока сгущенное молоко медленной варки даже если она большего объема чему делаешь из обычного из мокрого скажем так молока я тогда первый раз делаю магазинного постерилизованного с коротким сроком годности то она делается довольно быстро намного быстрее смотрите ну конечно его больше остается она густое оказалось что телефон память переполнена вообще на карте ну или надо карту больше покупать потом уже когда у меня будут деньги я куплю себе больше карту я куплю себе нормальные лампочки яркие на закажу на озоне в общем вот она я думала что у меня пишется она там отрубилась а вот память вообще заполнена на самом телефоне есть память вместо на карте нет и в общем смотри я уже размешиваю брата тогда она совсем такое настоявшаяся густое было я думаю что изначально же было как бы 2 литра молока хочется сказать что она тут может полтора осталось летят но я сюда бегу до почты а потом переложу это все и посмотрю сколько в итоге осталось она реально из-за сухого молока двух литров из двух литров воды с таким молоком и сахаром за 6 с лишним часов в медленной варке на максимум получилась замечательная сгущенка сгущенное молоко густое я думаю что даже наверное за пять часов получилось бы но это первый мой опыт но зрители все у тебя есть сухое молоко ты его периодически покупаешь я использовал обезжиренное как ты помнишь а если не помнишь что ты сейчас вспомнил обычный спекличный сахаром и воду то есть медленная варка либо допустим у тебя есть но на газу наверное просто можно даже быстрее это будет или более геморро тут и можешь себе такую же молоко делать и не покупать дорогущую баночку у нас просто нормально сгущенка вот эта баночка 380 или сколько-то миллилитров ну железная баночка стоит около 100 рублей а в пакетике 270 грамм где удобно открывать этот носик такой пластиковый пакетик но вообще за 120 где-то 120 270 грамм сгущенки хрен знает как она там делась на конечно побелее но я когда делала вот это тут еще скажем так отвар еще когда только размешивала и попробовала мне в чашку там немножко капелька была этого молока жиденького по вкусу но было именно вот той именно нужной сладости как классическая хорошая дорогая качественная сгущенка то что сгущенное молоко а не то что сгущенка с какой-то там пальмовой маслой я думаю что довольно выгодно тому же принципе молока не особо много расходуется можно делать меньший объем самопальные примени на ужин близнего родственника с тем самым кефирным соусом кефирно-творожным соусом я еще не переливала сгущенку но я настроила камеру сохранять видео на этот на внутрь телефонов так что сейчас пишу на телефон потом не знаю сегодня получше не получится ну соединю это все вместе смонтирую будет красивый отдельный ролик попал попал пополнив короче который пополнит лист эксперимента без лишних трат потому что думаю что это все-таки ближе к нему сгущенка мне больше похоже на по вкусу вообще даже ну и по виду вещь пока я закрыла крыточкой потому что есть тут некоторые любопытные кошки похоже на вареную сгущенку я уже не знаю буду ли я делать эту неженку сейчас лопаю просто эту сгущенку так пила сегодня кофе с козьим молоком и немножко вот этой сгущенкой очень вкусно кстати я просто решил показать зрителям что можно с этим кефирным соусом кушать перемешки это не я делала близкий родственник но ты зритель если умеешь делать пермешки я еще правда сама не делала пермешки именно так уж не готовая покупать тесто давай не фарша вот именно сама все это сделать там ты можешь наводить пельмешек и вот поесть вот так вот зритель я все-таки перелила взвесил на весах у меня здесь в сумме тут пятьсот шестьдесят четыре миллилитра тут вот пол литра и вот еще осталось и я думаю что тут где-то литр и литр 200 то точно был это от двух литров она уменьшилась меньше чем в два раза загустела я думаю что можно было и 5 часов варить она уже было бы густым так бы и может быть она была бы но не такой вот по цвету более бледное и так она и что-то среднее по вкусу то между вареной сгущенкой и сгущенкой вот я думаю может сказать тебе зритель пока но сейчас я тебе покажу нет размораживается я остается в телегу скидывала а может и в инстаграм не помню кабачок и в нем вот всякая такая вкусная штука ну там фаршик лисички еще что-то это вот я размораживаю дело заготовку целый кабачок в кутбет еще не кидывал это счастье короче делала заготовку и весь кабачок вот уделала и она у меня в заморозке лежит вымою эту часть ну перелью оставшиеся вымою и завтра сделаю медвиноварки себе на второе кабачок вот тебе немножко риски алиска кошка кошка-бармошка у всем спасибо за просмотр ну буду рада почитать комменты ваших экспериментов если вы что-то подобное делали или варили допустим тоже сгущенное молоко на сухом молоке напомню что я варила вот на этом кстати молоте сухом сухой обезжири на молоко пакетик немножко так сложный но да у меня еще в планах сделать мармелад на этом чая пока он еще жив тут улун потом листья бамбука и забыл этот тархун короче то что называют еще тархуном у него второе название тархун первое название забыла у меня чуть-чуть масло авокадо но на самом деле еще есть кое-где масло авокадо ну и всем пока не забудь поставить палец к верху